Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рай и мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, у нас вторник, но я только сегодня, ребята, захожу в игру и забираю, как говорится, награду по окончании турнира. В общем, я в Лиге Мастеров 3 звезды, я думаю, что для всех это ожидаемо было. И поехали. Так, сюрикены, Микеланджело, вот. Самое главное для меня это платиновые, ребята, осколки. Так, что у нас там в магазине? Бесплатный пак. Ага. Так, Змейковьюн. Здесь сразу забираем с тобой награду и переходим на турнирную арену. Как ты можешь уже догадаться, что в турнирке у нас будет все очень долго и жестко, потому что... Потому что сегодня вторник. Буду играть на автобое, потому что пока, ребята, не имеет смысла мне тут подключаться. Они и сами здесь разберутся с противником. Как говорится, один удар, одна смерть. Все. О, как кошили их. А Леонардо, когда побеждает, он втыкает свои сабли. Ты видел, а? В землю. На одну четвертую, как говорится. Довольный такой. Ну и, как ты видишь, в Лиге Воинов, ребят, мы даже не перешли на следующий ранг. И сад... А, смотри, 11 и 12 дали. Я удивлен. Я еще как бы в ранг не перешел, но они уже мне подарили вот так вот. Сказали, на тебе, Рэй, подачку. Шут с ним. Так, ну что, расклёп пошел. Естественно, все опять же на изи. По-другому и быть не может. И мы переходим только сейчас на Воин 2 звезды. И ранг у нас 63-й. Так, с 11-12. Ну, я сомневаюсь, что нам дадут здесь, конечно, 12-13. Блин, я, по-моему, доиграл сейчас с 11-12. Ха-ха-ха, прикинь. Не, дали. Ладно, тогда оставляем право воспользоваться таким шансом. Давай, 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 родной. Побежал. Так, нам еще... Сколько у нас там платиновых оскоков? Я думаю, 200 штук уже есть. Получается, нам надо еще 200, да? А это как минимум 2 недели. Даже 3 нам придется с тобой. 3 недели еще впахивать, а 3 недели это уже будет в следующий месяц. Это уже я буду в отпуске. Потому что я с 1-го мая, ребята, иду отдыхать. Так, 11-12. Давай попробуем все-таки, может быть... Нет, нифига. Они дают вот 11-12. Это максималочка, да, у них в данный момент. То есть фиг ты их обманешь. Да. Как говорится, не перешел на ранг. Сиди и не бухти. Ну и ладно, фиг с ним. Будем сидеть и не бухтеть. Все равно распишем их по полочкам. Хан Пьер выходит. Понятное дело, у него инцетива круче. Ну, как-то так. Зашпиндячили этих ребятулик. И переходим с тобой на Воин Три Звезды. 74-я позиция. Вот сейчас, по идее, вы обязаны мне дать. Есть. 12-13 есть. Ну, ранг у них маленький. Ага. И вот только сейчас, ребята, мы с вами открыли четвертого персонажа. То есть мы поднялись с тобой до Лиги Мастеров Три Звезды. Тьфу ты, Мастеров. Ты понял, короче. И только сейчас нам дали. Офигеть. А когда мы начинаем на буст с тобой играть, у нас после пятого поединка открываются все пять персонажей. Ну, вот и делай выводы, насколько вот плохо качаться без буста. Но я не мог, ребят, вчера на самом деле не мог, потому что мне надо было наработать. И тут выбор, либо поиграть, либо поспать. Естественно, в ночную смену, когда идешь, лучше поспать, отдохнуть. Потому что не знаешь, что тебя ждет. Какие приключения на работе, поэтому лучше быть подготовленным. Так, хорош. Так, мы размозжили и Монте. Ну, зачем, Лео? Вот тебе сейчас провокация-то вообще не нужна. Нисколечко. Кстати, когда Ксевер Монте бомбит своими ножичками, такое впечатление, что это не ножички, а палочки для мороженого. По крайней мере, они так выглядят. Ну, или барабанные палочки. Ну, никак не ножички. Так, 12-13. По идее, должно быть... По идее, должно быть 12-14, насколько я помню. Потому что мы с тобой переходим как бы на следующий ранг. Но видишь? Во! Все-таки дали. Выпросил я. 12-14. У них 26-27 ранг. Ну, я думаю, что здесь без проблем. Ну, я думаю, что до Лиги Самураев мы дойдем сегодня. Может быть, может быть, ребят, даже получится приблизиться к двум звездам. Или даже две взять звезды. Маловероятно, конечно, но все-таки... Знаешь, такая теплится надежда. А вдруг все-таки получится? Так, ну, Леонардо, в принципе, вот... Видишь, ребята, они не могут пропустить Леонардо, зная, что он погибнет на следующем ходу. Им обязательно нужно его добить. То есть... Мобы бьют, ребята, самого слабого противника. Либо у которого практически не осталось ХП. То есть просто добивает. И так, 13-15. 13-15. Раз, два, три, четыре, пять. Все, ребят, вот только сейчас мы получили с тобой фулл команду. Только сейчас. Это ты посмотри, сколько мы с тобой сыграли уже боев. Так, это вы что тут мне хотите сказать, что мы тридцатники уже не тянем? Слушай, судя по всему, так и выходит, ребят. Что тридцатники мы не тянем. По крайней мере, с одного удара мы их уже не ложим. Так, заблокировали способность. Ну, Дантелло нам не так уж много урона нанес. Да и посмотрите, в общем, тут... Вообще все норм. Чу-чу-чу-чу. Слушай, а у него, оказывается, удар вот этот вот. Он еще накладывает эффект постепенного урона. У Рокула, Масуха. Нормально. Полезная вещь, ребят. Полезная вещь, постепенный урон. 13-15. Так, уже 33. Да я, в принципе, думаю, ребята, исправимся. 33-й ранг против 57-го. Должен. Вот если уже будет сороковка, вражеская, это уже будет проблема. Но я думаю, что пока они до сорока дойдут, мы уже будем с тобой 70-никами играть. Так, а Монда Гека, значит, у нас сделал ускорение. И ты посмотри, как быстро заполняется шкала. Практически моментально. Ну, давай, давай, что-нибудь такое. Бамс. Да, и не ушатал. То есть, если Монда Гека еще и прокачать, вот это вот, ребята, игра на скейтборде, то он, наверное, будет люто ускорять команду вообще. Так, 13-15. А по идее, 13-16 должно быть. Но не дадут. Они, видишь, между 12... Оу, далее. И у них 35-й, 36-й. Ну, ребята, мы уже, видишь, мы уже перешли на 60-й уровень. А у нас их не так уж и много, по-моему, там 4 или 5 персонажей. А дальше идет 70-ник. Как-то так. Так, они Карайку уничтожили. На самом деле, я бы лучше, ребята, уничтожал бы, наверное, все-таки Маузеров. Ну, если бы я бы, конечно, играл бы. Ручками своими. Я бы начал бы с Маузеров. Так, удар по земле. Ну, он... А, это вражеский Донни. Ставить себе защиту. Я думал, что это наш. Что-то переклинило меня. Думаю, нафига он ставит защиту, когда их там осталось? Шиш, да не шиша. 39-я позиция. Ну, прекрасно. Нет, уж давайте мне 13-16. Ну, фиг ли вы опять... Опять вы вот это вот делаете, а? Ну, ты посмотри на них. Слушай, ну, бойцов еще хватает. И уже, уже, как я тебе и говорил, 70-ники пошли, ребят. Так что, сейчас все будет на мази. И если бы и здесь я, например, сейчас играл, я бы вызвал бы... Во-первых, я бросал бы Кунай. Во-вторых, здесь бы я сделал бы массовую атаку. Здесь бы выстрел из пистолета. Здесь бы я сделал бы метелитный удар. И все. Это бы очень быстро бы... Сэкономило бы нам время. А они не хотят. Они делают обычные пока удары. Фига себе, Шархан на контратаке завалил... Хм, завалил Рокстенди Кролика. Прикольно. Так, ну что ж, двигаемся дальше, друзья мои. И... Да. Да! То, что я и говорил, ребят. В Самураи мы дошли. Но попробуем дойти до Самурая. Две звезды. Попытаемся. Ну, я не знаю. Наверное, поединка три опять же нужно будет здесь сделать. Может быть, четыре. Но мы дойдем. Почему-то теплицы. Да вы заколебали. Дай я руками лучше, ребят. Они достанут так вот. По одному бомбить. Вот как надо. Хлоп, и все. Они по одному там их щелкают. Да, не щелкают, но очень долго. Итак, ага, шестидесятая позиция. Так, тринадцать-шестнадцать. А четырнадцать-семнадцать не хотите? Дают. Дают, ребята. Итак. Не обращайте на мой уставший голос, ребят. Я просто с работы только. Честно говоря, ужасно хочу спать. Но все-таки серию надо. Если бы я сейчас лег бы спать, я опять бы встал перед работой. Я бы не успел бы записать серию. Поэтому жертвую своим, как говорится, отдыхом. Я надеюсь, вас не будет раздражать мой сонно спящий голос. Так, давай здесь бомбаним. Наверное, не будет хана всем. Нормально. Вот. Ну что же. Да, бежим дальше. Да, мы, кстати... Может быть, маленькая вероятность, что все-таки сможем даже дойти до трех звезд. Но это очень маленькая вероятность. У нас три поединка за проходку. То есть, за один ранг. Раз, два, три. Нет, скорее всего, не получится. Не хватит бойцов у нас. Ну, это стандарт у нас. Нехватка бойцов и все. Ладно, бросаем бомбочку. Просто с одной бомбочки. У зэка эта бомбочка не так уж и сильна, ребят. Но ты видишь, результат был ошеломляющий. Он их всех завалил. Так, 14... А может быть, дадите 14-18? Раз уж я пере... Вот, было, было, ребят. Ну, и было, и есть. Так, я беру здесь Усаги. Возьму Ваньку. Возьму Рафаэля. Да, вот так вот, пожалуй, сделаем. Такую команду. Сильные с не очень сильными бойцами. Так, Усаги будет первым бомбить же у нас. Давай, родной. Красные глаза. Налитые кровью. Хлоп. И так смиренно все упали. Отдыхать. Так, ребят, ну что, поехали. Далее у нас... Какая позиция сейчас будет? Посмотрим. 52-я. Вот так вот. 52-я. Раз, два, три, четыре, пять. Слушай, да, мы с тобой, скорее всего, возьмем следующий ранг. Да не скорее всего, возьмем с тобой следующий ранг. И это будет круто. Пампс. Конечно, вот этим вот ребятам уже с нами тяжело тягаться. Да и вообще самые начальные, которые даются, тоже, ребят, тяжело. Потому что у них там 16-й, 12-й ранг, а у нас уже 50-й идет. Так что, конечно, тут без шансов. Ну что, у нас последний, судя по всему, поединок идет. Раз, два, три, четыре, пять. Нет, еще, ребята, будет один, но он будет неполный. Я имею в виду и по составу команды, и по кубкам. Он не будет, ребята, у нас прогрессирующим на 100%, так скажем. Они дадут, даже, они даже половины мне не дадут от того, что я должен был заслужить. Но, есть. А ранг? 90-й. Где-то будет 80, ну, может быть, 85-й ранг, скорее всего. Что-то вот в этих диапазонах будет. Потому что, ну, неполный состав, соответственно, неполный бонус. Вот, он какой-то пониженный здесь идет. Я не знаю, с чем связано. Вообще, я считаю, если ты проходишь команду одним персонажем, ты должен получать то количество кубков, сколько у тебя врагов. То есть, тут пять врагов, за пяти врагов ты должен получить кубки. А они начисляют почему-то только на одного нашего бойца эти кубки. Уф, да, получается. Ну что, 80-ка? Да, даже 79. Так, ну что, с аренами на сегодня все, друзья мои. Мы переходим в серию испытаний. Серьезно, что ли? Завершаем круг. Ну, круто. Привет, мы с вами завершаем круг. Нам нужен лекарь, пускай будет Леонардо. То есть, там потом остается всего лишь три поединка, и крэнк будет разнесен в хлопья. В щепки, я не знаю, в труху. Называй как хочешь. Фига себе еще и понизил защиту. Это ржавая бочка, прикинь. Так, Лео, я надеюсь, у тебя есть хил? Есть. Вот, давай, хиляй команду, пожалуйста. Нормально. Бам, 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 по щем надавал. Так, смертельная волна. Вот этого надо хлопнуть. И вот так вот. Все. Легче парные репы. Уже годами отработанная тактика. Одна и та же, в принципе, ребят. И забираем с тобой награду за задание. Так, открыть колоду. Так я же открывал колоду. Так, сразиться в сложных режимах. Ну что, пойдем? Сражаться. Да не буду я. Так, сражаться. Значит, мы ищем... Крестивый король. У нас идет... Ну, 89 уровень, друзья. Как ни крути. 11 левелов и все. И он прокачается. Прокачается. Так. Погоди. Ага. Донатало видение. Блин, пять маяков этих нужно найти. Пять. Дурацких этих маяков, которые мы не можем найти. Один. Блин, вот камень-талик, да, выпадает. Второй. Третий. И опять камень-талик. Ну, два камня еще надо. Господи, ну что вот начинаете обламывать, блин? С своим камнем-талик. Просто вот этот... Да не нужен мне ваш камень-талик, понимаешь ты? Когда вот ищешь камень-талик, будет выпадать все абсолютно другое, ребят. Я не знаю, почему это так работает. Но не хотят. Все. Так. Далее. Это четвертый был. Ну и последний надо. Пицца-то кончается, ребят. Она же не вечная. Есть. Так. Нашли. 18 книжек, ребята. Но они в серые рамки, по идее, должны находиться... А, все. Все, ребят. Закончилась у нас тут пицца. Так, открыть... Блин, а как я открою колоду-то? Вот так вот я ее открою, да? Все. И забираем нашу награду здесь. Так, ребята. Я хотел еще глянуть, что же у нас в испытаниях. Ай, не очень хороший, ребята. Сплинтер. Такой себе. И на турнирке у нас в «Рокстаде». Эта неделя не очень хорошая, ребят. Так что особо сильно ничего не потеряйте, если сделаете небольшой для себя перерывчик. Как говорится, можете отдохнуть, добраться сил. Потому что эта неделя такая семья. Ну, если кому-то прям принципиально нужен сплинтер, то, конечно, фармите. Ну, я бы... Не стал бы. Прямо такое вот желание. Нет, ну, если ты хочешь открыть его, открыть всех персонажей, то тут уже обязательно надо, ребят. А если выбирать по... Как бы тебе сказать, по надобности, ну, вот тебе нужен персонаж, то я бы даже не заморачивался. Ну что, друзья мои, на сегодня, пожалуй, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.